Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, чем отличается украинский фондовый рынок от рынка Форекс? Дело в том, что торгуя на украинском фондовом рынке, инвестор, покупая акции, покупает реальный актив. Он становится полноценным инвестором, он становится полноценным акционером того или иного украинского предприятия. И в своем портфеле он может держать акции сколько угодно долго времени. Кроме этого, на свои акции он получает дивиденды, он имеет возможность участвовать в собраниях акционеров, голосовать за принятие тех или иных решений. То есть, торгуя на украинском фондовом рынке, мы покупаем реальные активы, а не играем на потоке котировок. Вы профессионально управляете активами клиентов. Какие рекомендации вы можете дать на текущий момент? Сейчас я бы рекомендовал заходить в позиции именно долгосрочным инвесторам, потому что нынешняя ситуация на фондовом рынке позволяет приобрести акции по значительно более заниженным ценам, чем их реальная стоимость, чем их справедливая стоимость. Если же трейдер ориентирован на активную торговлю, на торговлю внутри дня, либо же на позиционную торговлю, то тогда я рекомендую переходить как раз именно на срочный рынок, на торговлю фьючерсами и опционами. Вы в своем выступлении упомянули о безрисковых стратегиях. Не могли бы вы рассказать более подробно? С приходом на украинский фондовый рынок таких инструментов, как фьючерсы и опционы, появилась возможность формировать так называемые структурированные продукты или безрисковые стратегии, которые позволяют извлекать прибыль от движения рынка, причем неважно, в какую сторону будет идти рынок. Будет он расти или будет он падать. Но наихудшим исходом такой торговли, такой стратегии может быть лишь то, что инвестор останется при своем капитале и ничего не заработает. То есть максимальный риск – это ноль. А при этом максимальная доходность в таких стратегиях практически ничем не ограничена. И исходя из расчетов, теоретически доходность портфеля через год может составлять от 20 до 80-100% и более. Поэтому сейчас мы активно занимаемся разработкой таких безрисковых стратегий для инвесторов, для наших клиентов. И уже в ближайшее время будем предлагать этот структурированный продукт для того, чтобы клиенты могли без опасения потерять свои вложения, могли зарабатывать на фондовом рынке, могли зарабатывать на движении котировок. Вне зависимости от того, падает рынок или растет. Какие у вас впечатления о выставке? Впечатления от нынешней выставки достаточно положительные. Если прослеживать динамику из года в год, то с каждым разом уровень и качество проведения подобных мероприятий растет. И это приятно. И приятно также то, что наряду с компаниями, которые предоставляют доступ к торгам на рынке Форекс, сейчас на выставке представлены и компании, которые предоставляют доступ к торгам на украинском фондовом и украинском срочном рынках. Это говорит о том, что мы сейчас уже можем клиенту дать выбор. Мы честно говорим о том, что может быть здесь и что может быть здесь. И клиент уже самостоятельно может принять решение, где ему интереснее, где ему выгоднее, где ему безопаснее торговать. То ли он выбирает рынок Форекс, то ли он выбирает украинский фондовый рынок. И это положительно еще с точки зрения развития самого украинского фондового рынка. Потому что сегодня можно уже говорить о том, что и по объемам, и по ликвидности украинский фондовый рынок уже может конкурировать с международным валютным рынком Форекс. Поэтому впечатления от выставки достаточно положительные. Спасибо вам за то, что вы организовываете подобные мероприятия. И надеюсь, что в следующем году на подобное мероприятие вы меня пригласите еще раз.